Коктейли из эмоций и творчества только так можно охарактеризовать то, что происходит на сцене «Твоей минуты славы» в Бресте вот уже четвертый год. И хотя брестская версия отличается от аналога шоу, и участники и зрители испытывают не менее яркие эмоции. Времени ограничивается 60 секундами, а это плюс для артистов. Возможность представить полноценный номер и убедить судей в своем превосходстве. Нынешние участники решили отойти от канонов, смелый шаг сыграл на руку. Из порядка двух тысяч претендентов именно они были отмечены судьями. Танцевальные номера, сочетающие несколько стилей, уличный жанр, песочное шоу, чтение прозы, вокал. И это далеко не все, чем удивляли судей, одаренные ребята в этом году. В конкурсе такого масштаба я участвую первый раз. То есть я выступал только на местном уровне у себя дома. Вообще для меня конкурс, если честно сказать, допустим сегодня для меня пишется моя история. То есть то, как я это начинаю, это будет что вспомнить в будущем. Мы принимаем уже второй раз участие. Первый раз мы ездили сольно, каждая, и пели отдельно. В этот раз мы поем песню на два голоса. Нам предложили в школе поучаствовать, ну мы решили, почему бы и нет. Брестские музыканты из коллектива «Радуга» решили подойти к выступлению креативно. Вокальная партия сопровождалась гитарным аккомпанементом. Необычное звучание придали довольно необычные инструменты, стаканы. Идею артисты хоть и подсмотрели у зарубежных кумиров, однако добавили в номер авторские элементы. Реакция зрителей говорила сама за себя. Наша вторая солистка, она ездила в Англию. И когда она проживала в семье по обмену, девочки, которые там проживали, научили ее этому движению. Ну и она приехала с Англии, рассказала нам, как это делать, и мы решили поставить такой номер. Мы считаем, что наш номер достойный из-за того, что он интересный и неординарный. Тема Великой Победы нашла отражение в каждом из номеров финальной программы. Старая такая важная тема зазвучала по-новому благодаря индивидуальному подходу каждого участника. На сцене ребята проявили себя с самых разных сторон, реализовали творческий потенциал, получили сценический опыт. Помимо главной награды, гран-при, организаторы предусмотрели специальные призы. Талант каждого был оценен по достоинству. Они идут дальше, и в Республике Беларусь принимают участие в республиканских конкурсах, и выезжают за границу. И эти ребята показывают хороший уровень. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.